Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для FlyRace. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом данного видеоролика, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Дальше, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее, после того как скачали чит, в поиски пишем FlyRace, нажимаем поиск. И смотрите, здесь есть один прикол. Есть скрипты на другой FlyRace. То есть это совсем разные скрипты для разных режимов. То есть смотрите, как различать. Вот этот FlyRace вышел буквально недавно. Вот. И здесь к нему есть подписание кликер. То есть если вы напишите FlyRace кликер, то именно на этот режим у вас будут показываться только скрипты. Потому что помимо этого FlyRace есть еще другой тоже. FlyRace называется. Вот. Ну короче, на данный момент получается два скрипта есть на этот режим. Сегодня ролики будут показывать первым по счету. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт. Заходим в настройки и ставим любой дл, который хотите. Сразу скажу то, что этот скрипт работает на абсолютно всех дл, которые здесь есть. То есть какой вам больше понравится, тот и используйте. Я обычно всегда использую CRNL. Напомню то, что он с ключ-системой. И ключ нужно получать раз в день. Сегодня я уже получал ключ. У меня больше его сегодня просить не будет. Дальше возвращаемся обратно. Нажимаем Inject. И ждем пока заинжектимся. Все отлично. Как видели, табличка появилась и пропала. Это значит Inject произошел. Дальше нажимаем кнопочку Xcode. И вот появляется скрипт. В принципе довольно простенький. И смотрите на мое количество питомцев. 47 питомцев. А инвентарь хотя бы мне на 100 всего лишь вместимости. Почему так получилось? Это все за счет скрипта. Есть функция Infinity Redem. Не знаю сейчас она будет работать или нет. Но давайте проверим. Включаем ее. Да, как видите до сих пор она работает. Короче эта функция к вам в инвентарь добавляет вот этих вот крутых всех питомцев. В бесконечном количестве. То есть сколько хотите, столько можете и сделать этих питомцев. Вот даже помимо того, что у меня инвентарь на всего лишь 100 вместимости. Это не мешает. И как видите питомцы прибавляются и все работает. Так что четко. Можно их здесь объединять. Самые сильные это короче. А где они? Были самые сильные где-то? Вот эти самые сильные короче идут. Можно сделать шайни. Куда-то он по-моему пропал, да? Так, а если вот этого сделаем золотым. Вот он появился. Отлично. Делаем шайни. Так, я не понимаю, шайни куда-то пропадает или что-то. Не понимаю, что происходит. Давайте еще раз сделаем. Сначала золотыми. Так. Все готово. И теперь получается шайни. Я не знаю, что происходит. Он почему-то куда-то пропадает. Но золотые, как видите, появляются. Если их сделать золотыми. Так, а вот есть кнопка EQB. Давайте ее наденем. Ну, то есть нажмем. Вот, кстати, появились самые топовые, самые сильные. Только почему-то они мне не показывались вообще. А, кстати, смотрите, в чем прикол. Я не могу вниз дальше инвентаря листать. Вот это вот плохо. Потому что, скорее всего, внизу там самые сильные питомцы находятся. Ну, ладно. В принципе, не суть. Самое главное то, что бесконечное количество питомцев у вас будет. Идем дальше. Значит, следующая функция это wins farm. Нажимаем. Нажимаем и смотрим, что происходит. Меня куда-то тпхнуло. И тем самым я зарабатываю победу. Как видите, в большом количестве. И довольно быстро. Хотя, по идее, должно больше прибавляться. Но почему-то не совсем много прибавляется. Но все равно, как видите, фарм идет довольно быстро. Я вот не знаю, это большое количество или нет. Но, скорее всего, большое. Я думаю. Можно выключить. Дальше, смотрите. Чтобы вам заспавниться на спавне, нажимаем reset. И появляемся на спавне. Так, еще раз reset нажмем. Все. Отлично. Фарм остановился. Только почему-то я бегать не могу. Давайте reset через скрипт нажмем. Так, почему-то я опять бегу. Я двигаться не могу. Короче, получается все-таки, чтобы фарм остановился. Именно сам бег. Скорее всего, нужно ждать окончания, получается, раунда. Скорее всего, так. Дальше кнопка автоклики. Но она, естественно, работает в момент того, когда раунд заканчивается. И вам дается время на клики. Тогда она будет работать. И последняя функция. Это автореберст. Давайте посмотрим, хватает мне или нет. Да, вполне хватает. Включаем и смотрим. И как видите, реберст у меня сделался. Победы у меня списались. Все четко. А сколько тут самое дорогое яйцо стоит? 5 тысяч. А получается, можно в другую локацию попасть. Да. В принципе, можно это сделать без проблем. Тем более, у меня есть реберст. Все. И как видите, все отлично и прекрасно работает. Вот. Ну, в принципе, на этом у меня все. Буду заканчивать. Напомню, что ссылка на мой сайт будет, как всегда, в описании. Пользуйтесь им. А с вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи и пока.